Окончательные списки избирателей сформированы. В этой связи госрегистр в данное время занимается комплектацией оборудования. Со следующей недели его начнут отправлять на избирательные участки. А сегодня члены Центра избиркома совместно со специалистами ГРС провели презентацию того, что и как должно функционировать в день голосования на избирательном участке. Да, идет распечатка нулевого отчета. Для всех участвующих в голосовании, присутствующих на участке наблюдателей, представителей кандидатов, распечатывается нулевый отчет и вручается. Делается это для того, чтобы подтвердить, что урна действительно пуста. Также в отчете указывается количество избирателей, закрепленных за участком, и его номер. Когда формальности улажены, можно приступать к голосованию. Подхожу к сотруднику ГРС, отдаю ему свой паспорт, чтобы он не нашел списки избирателей. Это первый этап идентификации избирателей. Итак, он считывает МРЗ-зону моей ID-карты, находит меня в списке. Появилась моя фотография. То есть я и есть списки на этом участке. Далее оператор ГРС переходит на второй этап идентификации избирателей по биометрическим данным. В данном случае по отпечаткам пальца. Могу? Итак, загорелся зеленый цвет, это означает то, что я прошел идентификацию по биометрическим данным. Я получаю чек, обязательный паспорт, и уже прихожу, получается, к столику, где сидят члены избирательной комиссии со списками и бюллетенями. Передаю им паспорт и чек, они находят меня в бумажном списке, отмечают, там ставят подпись. Я, как избиратель, должен поставить подпись о том, что я получил бюллетень, отдаю им чек, забираю свой паспорт и бюллетень. Далее избиратель проходит в кабинку, где ставит галочку напротив кандидата, за которого хочет отдать свой голос. Затем опускает бюллетень в автоматически считывающую урну. Сегодня, чтобы продемонстрировать работу оборудования, поставить галочку позволили всем желающим. Правда, для этой экспериментальной процедуры голосования взяли не список с какими-то фамилиями, а список моральных качеств. Так, чтобы никто не углядел в этом какой-либо скрытой агитацией. Все, кто решил попробовать и проверить таким образом, как работает система, выбирал ту черту характера, который, по его мнению, должен обладать будущий президент. Подходите к урне, лицевую часть вниз, опускаете в бюллетень. Спасибо за ваш голос. В ГРС уверяют, система работает таким образом, что аппаратура не принимает более одного бюллетеня от каждого избирателя. Также невозможно будет проголосовать повторно на другом участке. Да и открыть считывающую урну может ограниченное число лиц. После завершения голосования на каждом участке будет распечатан отчет. Чеки распечатываются в нужном количестве, в требуемом количестве. Сколько наблюдателей, сколько представителей партии находится на избирательном участке, всем должны выдаваться эти чеки. После этого данные уходят на центральный сервер. Если у избирателя есть проблемы с распознаванием отпечатков пальцев, у нас реализована функция распознавания по лицу. Эта система, как вы видите, не имеет никакой связи, то есть ни проводов. Наша система не имеет возможности подключения через беспроводные каналы связи к этой урне. Соответственно, нет никаких ни технических, ни практических возможностей узнать, за кого отдал конкретный избиратель. В день выборов по республике будут функционировать 2375 избирательных участков. Согласно утвержденным спискам, реализовать свое избирательное право смогут более 3 миллионов 25 тысяч кыргызстанцев.